Когда на смену новогодним праздникам пришли рабочие будни, а вместо звона бокалов раздался звонок будильника, жители городского округа начали постепенно возвращаться к привычному темпу жизни. Неделя после каникул традиционно самая тяжелая, но есть счастливчики, которым удосужилось выйти на работу в первый день нового года. Передать словами, насколько тяжело, проще сказать, да, по пальцам можно пересчитать людей, которым было легко в этот день. Очень тяжело было, конечно, и в принципе люди тоже приходили убитые, дети их затаскивали на каток, естественно, мама, папа, мы хотим покататься. Они тоже приходили злые, убитые, такие кричали на всех. Согласно опросам, среднестатистический россиянин за новогодние праздники поправляется на 2 килограмма. Врачи утверждают, что неправильное питание и нарушение режима может негативно отразиться на здоровье горожан. Это может вылиться в какие-то лишние килограммы, это может быть нарушением режима дня и сна. Это может быть абстинентный синдром у некоторых, травмы и так далее. Но среднестатистическое – это человек, который просто вышел из рабочего ритма и которому сложно вернуться в него обратно. И такое состояние называется постпраздничный синдром. Им подвержен примерно 35% людей трудоспособного возраста. Врачи говорят, что новогодние праздники для них прошли относительно спокойно. В городском округе не было ни одной травмы от пиротехнических изделий. Однако, как ни удивительно, помощь пришлось оказывать любителям домашних животных. 10 химчан пострадали от укусов домашних кошек. Будешь? Виски шотландские. Специально на вывод купил. Эй, ты, каштанка, каштанка. С Новым Годом. Вернуться в рабочий режим поможет легкая диета и физические упражнения. Диетологи предупреждают. Если после каникул не начать худеть, праздничные килограммы могут остаться с вами до следующего Нового Года. Однако, это не касается тех, кто провел выходные в спортивном режиме. Мы ходим на каток каждый день. У нас спортивная семья, спортивные будни. Мы катаемся на коньках, катаемся на снегокатах, катаемся на горке, на санках, на ледянках. Радуемся снегу, погоде такой замечательной. Так что последствий Нового Года мы на себе не ощутили. Ну а рецепты хорошего самочувствия не меняются уже много лет. Это правильное питание, здоровый сон и занятия спортом. Редактор субтитров А.Семкин